22 июня, очередная годовщина со дня начала Великой Отечественной войны. И я подумал, что разговор об этом должен быть не казенным, а более или менее персонифицированным рассказом о человеке, который встретил эту войну молодым, 19-летним, прошел ее до конца, который всю свою жизнь стоял за красных, за советскую власть, и в 90-е годы, а умер он в 1999 году, оставался на той же самой красной позиции, активно работал в рядах Российской партии коммунистов, которого я знал, и который рассказал мне о многом. Речь идет о краснофлотце Владимире Ивановичу Гренихине, комсомольце, затем коммунисте. И то, что он мне рассказал о 1941 годе, я сейчас кратко постараюсь рассказать нашим зрителям. Это будет интересно, как простой деревенский парнишка, которого всегда тянуло в море, которого призвали еще до войны на действительную военную службу, встретил в 1941 год, и как он его прошел, по его рассказам. Тянуло его в море, очень хотел он стать краснофлотцем, мечта эта сбылась, но лишь отчасти. Определили его на Пинскую военную флотилию, в город Пинск. Там из судов, захваченных в 1939 году у панской Польши, и из новых кораблей формировалась новая боевая единица — речная флотилия. Когда сейчас польский президент Анджей Дуда говорит, что поляки имеют перед русскими одно преимущество — они мужественные и героические, и что подтвердили это якобы события Второй мировой войны, мы напоминаем пану Дуде про то, как ясновельможное панство побросало свой личный состав, побросало свои суда, попытавшись, правда, их подорвать, но не очень удачно, и сбежало из города Пинска еще до прихода туда передовых частей рабочей крестьянской Красной армии. Такое вот мужество, такой вот героизм в кавычках. Эти суда стали основой пинской военной флотилии, как я уже сказал, а краснофлотец Гранихин был с началом войны определён на канонерскую лодку Каганович. Днепровский буксир был укреплён бронёй, на него поставили пушки, пулемёты. Так из буксира стала канонерская лодка, которая наряду с другими судами воевала на Днепре, вывозила наших раненых, высаживала десанты, таранила немецкие переправы. Но, разумеется, в условиях отсутствия поддержки с воздуха, да и поддержки с суши, в условиях прорыва в тыл Красной армии танков Гудериана. Возможности советских речных судов на Днепре были ограничены, и в итоге суда пришлось подорвать. Такую команду отдал капитан второго ранга на штаба флотилии Григорий Иванович Брахтман, потому что командующего флотилии адмирала ранило тяжело, и он был в бессознательном состоянии на самолёте вывезен в тыл. А Брахтман, настоящий красный командир из азейских немцев, военная косточка, с юных лет на Красном флоте, принял на себя командование и дал приказ подрывать суда, в том числе и канонерскую лодку Каганович, и в пешем порядке прорываться к своим. Это уж был сентябрь 1941 года, киевский котёл. Обстановка, надо сказать, была, как рассказывал мне Владимир Иванович Гранихин, жуткая. Связи между подразделениями Красной армии в котле нет. Командование ничем не руководит, прорывается в индивидуальном порядке. Среди личного состава, особенно среди призывников украинцев, призванных Западной Украины, настроения такие, что надо штык в землю, руки поднять и идти к немцам. Сдаваться на вольные хлеба, а то, глядишь, ещё и в полицаи возьмут. Благо оружие изучили, стрелять умеем. Новый порядок поддерживать. По отступающим тылам Красной армии без проблем разъезжают немецкие мотоциклисты, раскидывают листовки. Типа, вот вам сборный пункт, стоять здесь, без оружия с поднятыми руками воспримут и определят на постой в немецкий тыл. Многие на это клюют. Морякам пришлось искать более или менее дееспособные части. Они присоединились к остаткам истребительного батальона коммунистического. Такие структуры в начале войны создавались для охраны тыла, борьбы с диверсантами, паникерами, провокаторами, буржуазными националистами. Рассудили они правильно, поскольку батальон этот из партийцев, эти будут пробиваться на восток, подымать руки не будут. К ним же присоединилась большая группа преподавателей и курсантов межкраевой школы НКВД и сотрудников тюремного управления НКВД Украинской ССР, которые не эвакуировались, потому что до самого последнего дня выполняли ответственный приказ командования, разгружали киевские тюрьмы и пересылки. Надо сказать, что межкраевая школа НКВД учила не только чекистов, оперативников и милиционеров, но и пограничников. Стало быть, у них, так же как и у сотрудников тюремного управления украинского НКВД, были служебные собаки, которые вместе с людьми, пёси эти, выходили из котла. Все были три няни евшие, свои продукты кончились, а местное украинское население смотрело косо, только что в спину не стреляло, потому что не из чего было. Все ждали Гитлера-освободителя. Это уже потом, два года спустя, когда нахлебались и нового порядка, и Гитлера-освободителя, и рабство в Германии для молодых, и подневольного рабства здесь на пахоте для тех, кто постарше. Тут уже со слезами на глазах встречали Красную Армию. А в сентябре 1941 года было чуть иначе. И поскольку есть нечего, три няни евшие, ни патронов практически нету, ни гранат, гранат уж не было совсем, решили сводным отрядом пробиваться своим, спустив на немцев сторожевых собак, которые тоже не кормлены и злые. И действительно этот маневр неожиданно оправдался, немцы такого не ожидали. Когда на них лечит куча вот этих пёсь, они все вот такие вот неевшие и в глотку вцепляются первому попавшемуся. И в этом бою краснофлотец Гренихин заколол немца штыком, патронов у него уже не было, забрал его автомат с подсумком с патронами, а потом они захватили немецкий ручной пулемет крупнокалиберный, который стоял на трех вот таких вот штуках, полностью снаряженный, повезло. Среди бойцов истребительного батальона был один из профсоюзных работников, который до перехода на профсоюзную работу был мясник, разделщик туш. Они все смеялись, как говорил мне Гренихин над Абрашей. «Ты говори, чего Абрашей, люди там отдыхают, а ты все саперную лопатку востришь». Выяснил, что вострел на ее не зря. И от неожиданности того немца у пулемета, который не успел даже каску надеть, этой лопаткой дали по кумполу. А трое остальных из пулеметной команды, видя, как башка гитлеровца распадается на две ровные половины, обомлели. И наши в этот момент прикололи их штыками, захватили пулемет, благо он был уже снаряженный, и развернули по немцам. Немцы этого не ожидали, и в тот прорыв прошла большая часть сводного отряда. За этот бой Гренихину дали первую советскую боевую награду медаль, которую он больше всех остальных любил и всегда ею гордился. Затем после переформирования ушел на Дунайскую военную флотилию. Закончил войну в мае 1945 года в Вене, на Дунае. Навоевал целую грудь орденов. Там же на Дунае сбил гитлеровский самолет-разведчик прямо у себя на катере, который висел и корректировал гитлеровский огонь. И показал одну простую истину. Как бы не было плохо, как бы не было скверно в том же 1941 в Киевском котле, не подымая руки и никогда не сдавайся. Думай о том, как пройти к своим, пробьешься и победишь. И вот этот вот урок 1941 года актуален для нас, для всех нынешних коммунистов, живущих под нынешней буржуазной властью и поныне. И я помню, как в том же 1993 году Гренихин, ему уж за 70 было Владимиру Ивановичу, на митингах коммунистов во время событий известных. Видимо, насмотревших фильмов о героях революции, сказал, сейчас я, говорит, кунштюк сделаю. Намазал, но у него были руки клеем, так это, и он бегает и по фараонам листовки им на спину клеит. Вот идет такой вот майор милиции, продавший советскую присягу. Тогда еще надо сказать, что среди милиционеров было по-разному. Были те, кто дослуживал до пенсии, они, в общем, были нормальные советские еще люди. Ну, типа, исполняем приказ. А были уже те, кто перековался. И вот одному из этих перековавшихся фараон, он так не хотел, бац, и на спину листовку. Идет, значит, этот фараон, командует разгоном митинга. У него на спине заявление полицовета ЦИК Российской партии коммунистов об антиконституционном перевороте Ельцина. Стоим мы с Гренихина. Он говорит, а, говорит, нормально, сам не видит. И эти, говорят, боятся ему сказать, ну, пусть походит. Это я к тому, что люди, получившие закалку в тяжелые дни 41-го года, настоящие коммунисты и советские патриоты, остались такими до конца. И об одном из них, в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, я и хочу сказать. Те, кто боролись с гитлеровцами, те, кто боролись с власовцами, что тогдашними, что новоявленными образца 1993 года, оставили нам один урок. Никогда не сдавайся, стой за красных, за советскую власть, и победа придет. Благодарю вас, дорогие товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok